Сейчас история, которая больше напоминает фильм ужасов. В Лобинском районе на человека напали змеи. На тележертвы врачи насчитали 37 укусов. Максим Ищенко выжил, но и сейчас врачи опасаются делать какие-либо прогнозы. В свою очередь полицейские начали проверку и наказание грозит уже товарищу мужчины, если докажут, что он осознанно оставил Максима в змеином логове. Анна Калачева разбиралась, как такое могло произойти в регионе, где уровень змеиной опасности близок к нулю. С клёвого места прямиком в реанимацию сейчас. Состояние мужчины тяжёлое. За его жизнь борются в Краснодаре врачи краевой больницы. Со слов родственников, у него отказываются работать почки и печень, парализованы ноги. А вот эксперты вообще называют чудом то, что Максим выжил после такого количества яда. Укус наших гадюк, он сам по себе, каждый из укусов для взрослого человека не представляет опасности, но множественные укусы могут иметь серьёзные последствия. Такое количество яда, которое могло бы попасть в организм пострадавшего, оно сопоставимо с укусами очень серьёзных змей, которые на территории края не обитают. Произошло всё в Индии, но не в стране, где змеи, как домашние животные, а в Лабинске, на прудах Ершова, излюбленном месте рыбаков и местаете они прозвали Индией. Однако змеиных атак, что пережил молодой человек, той ночью ни эксперты, ни тем более местные, здесь не припомнят. Ну есть змеи, редко, но её не тронешь, она тебя не укусит. Максим рыбачил не один с товарищем, который по одной из версий его здесь и оставил. Пошёл ли этот друг за подмогой или решил вообще не возвращаться, об этом сейчас гадают родственники. Но в ту ночь спасение стало делом рук самого погибающего, причём в прямом смысле. Максим Ищенко после 37 змеиных укусов с парализованными ногами в бреду дополз до ближайшей трассы. На это ему понадобилось почти 24 часа. У него укусов очень много, у него ноги покусаны, у него руки покусаны, у него живот весь искусанный, там характерные следы укусов от змей. Его нашли просто случайные люди, которые там находились. 12-го укусили, почки и печень уже отказали, когда его привезли 13-го. Это было видно по анализам на карте. Сидела, специально разбиралась. 9 дней – это их гарантия, остальное – его организм. Мать Максима в здоровье сына уверена. Выжил тогда, выживет и сейчас. Он продолжает бороться дома. Его ждёт жена и маленькая дочь. А вот в практике экспертов этот случай войдёт в историю. Уровень змеиной опасности на Кубани стремится к нулю. Все шесть видов ядовитых гадюк, что у нас обитают, слишком малы. И укус одной местной змеи человеческой жизни не угроза. Я бы не спешил обвинять в этом змеи. Исходя из того, что случай крайне неординарный, это физически невозможно, чтобы… То есть, либо надо было пытаться их ловить, трогать руками, хватать, либо просто, ну не знаю, там, перекатываться сбоку на бок, подминая под себя этих животных. И не имея другой возможности защититься, они, конечно, могли бы нанести укус. За концентрацию змей на одном квадратном метре призвать хоть кого-нибудь к ответственности не выйдет. Большинство нашей холоднокровной фауны гадюки степные в том числе занесены в Красную книгу. Их уничтожение для истребителя, пусть и в целях безопасности, может обернуться немалым штрафом. До 15 тысяч рублей за одну только особь. Анна Калачёва, Юрий Мороз, Вести Кубань, Лобинский район, Краснодар.